Умный дворник Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставления. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поварёнка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь допроповедовал. В это же утро предметом речи его было просвещение. «И живёте вы все, как какой-нибудь свинячий народ», — говорил он, держа в руках шапку с бляхой. «Сидите вы тут сиднем, и кроме невежества не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрёна орешки щёлкает, Никифор зубы скалит. Нечто — это ум. Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных способностей. А почему?» «А ну, действительно, Филипп Никандрич», — заметил повар. «Известно, какой в нас ум. Мужицкий. Нечто мы понимаем». «А почему у вас нет умственных способностей?» — продолжал дворник. «Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчёт писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе, да почитали. Грамотный, небось, разбираете печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку, да прочёл бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространения Там и об естестве найдёшь, и о божестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всём в книжках найдёшь, была бы охота. А то сидит себе около печи, жрёт да пьёт. Чисто, как скоты неподобные. Тьфу! Вам, Никандрыч, на часы пора, заметила кухарка. Знаю, не твоё дело мне указывать. Вот, к примеру, скажем, хоть меня взять. Какое моё занятие при моём старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы, просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Нет, не таковский. Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то! Филипп достал из шкафа истрёпанную книжку и сунул её за пазуху. Вот оно, моё занятие. С измальства привык. Учение свет, не учение тьма. Слыхали чей? То-то! Филипп надел шапку, прякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошёл за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча. Это не народ, а какие-то химики свинячие, пробормотал он, всё ещё думая о кухонном населении. Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение. «Так написано, что лучше и не надо», – подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. «Умудрит же Господь!» Книжка была хорошая. Московского издания «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква?» Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашляну. «Правильно написано!» Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колено, глаза прищурились. И видел Филипп сон. Всё, видел он, изменилось. Земля та же самая, дома такие же, ворота прежние. Но люди совсем не те стали. Те люди мудрые, нет ни одного дурака. И по улицам ходят всё французы и французы. Водовоз и тот рассуждает. Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть. А у самого в руках толстая книга. «А ты почитай календарь!» Говорит ему Филипп. Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идёт в участок, чтобы прописать жильцов. И странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном. И везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Миша, толкает его и кричит. «Ты спишь?» «Я тебя спрашиваю, ты спишь?» «На часах спишь, болван!» Слышит Филипп чей-то громовый голос. «Спишь, негодяй, скотина!» Филипп скачил и протёр глаза. Перед ним стоял помощник участкового пристава. «А, спишь? Я штрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, морда!» Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам. Филипп, нахмуренный, красный, подошёл к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно. «Брось!»